Продолжение следует... 2011 год. Армения. Известный армянский историк Акоп Симонян вместе с командой археологов проводит раскопки древних крабниц на западе от столицы Армении, Еревана. В районе Верин-Навер расположен целый некрополь эпохи Среднего Бронзового века. Ученые уже открыли много такого, что заставляет по-новому взглянуть на историю не только этих мест, но и всего мира. Какие тайны хранит древняя земля Армении? Сейчас мы находимся над самым большим захоронением. Его диаметр доходит до 50 метров. Это одно из самых больших захоронений, обнаруженных в Армении. Видите осадок? Он фактически указывает место погребальной камеры, которая по предварительным данным занимает территорию около 250 квадратных метров. И вся эта огромная территория должна была быть заполнена предметами погребения, дарами и многочисленными жертвоприношениями животных. Потому что похороненные здесь люди были могучими правителями, которые сосредоточили в своих руках духовную, мирскую и правовую власть. Загадки, с которыми сталкиваются армянские историки, иногда оказываются неразрешимыми даже для современных технологий. Еще в 1978 году окоп Симонян нашел здесь небольшую фигурку птицы, сделанную из бронзы. Статуэтка была вылита неведомыми мастерами более трех тысяч лет назад. Она была установлена на подставке. Но, как вскоре выяснилось, этот материал не был простой бронзой или даже железом. Потому что современные инструменты его просто не берут. И что самое интересное и удивительное, бронзовая фигурка Беркута, в якореобразном стволе которого был закреплен кусок, словно бы железа. Что это, до сих пор не выяснено. Может быть, метеорит, может, железо очень высокого качества. Потому что, когда мы попробовали с помощью сверла с победитовым наконечником просверлить его, чтобы взять образец, то оба наших сверла с победитовыми наконечниками буквально сгорели. А на этом металле даже следа не осталось. Что же это за удивительный металл, который невозможно резать современными инструментами? И как могли наши далекие предки создавать и обрабатывать такие поразительные материалы? Весь ход истории показывает, что развитие технологии требует определенного времени. Насколько же далеко уходят вглубь времен истоки этих удивительных достижений? Статуэтка птицы с тех пор уже более 30 лет хранится в Государственном историческом музее Армении. Сотрудники музея приносят этот таинственный артефакт в помещение, где его можно снимать. По цвету материал более всего похож на бронзу, однако на нем нет обычных следов патины. Еще одной загадкой являются железные удила для коня. Они сделаны в третьем тысячелетии до нашей эры, то есть более чем за тысячу лет до начала эпохи железа. Однако удила не заржавели, хотя большинство более поздних железных изделий подверглись сильной коррозии. Анализ, проведенный в лабораториях Германии, выяснил, что этот материал получен не из метеорита, а имеет земное происхождение. Эта фигурка птицы была огромным богатством и исключительным образцом искусства. Конечно, можно попробовать использовать лазерную технику для исследования, чтобы мы наконец узнали, что это, зачем в этот ствол вложили такой металл, с какой целью. Это одна из загадок Древней Армении, далеко не единственная. Загадки Древней Армении многочисленны и разнообразны. Эти находки не выставлены в экспозиции, а хранятся в запасниках. Потому что в выставочных залах просто не хватает места для всех экспонатов. В отделах древнейших периодов можно видеть множество предметов от оружия из лчашена, изготовленного более 4000 лет назад, до ваз из цветного стекла эпохи царства Урарту, начала первого тысячелетия до нашей эры. Здесь есть также самая древняя в мире обувь, возрастом почти в 6000 лет. Но пока ученые многого не знают и могут лишь описать предметы, захороненные в древних некрополях, и определить, когда они были созданы. Мы можем четко сказать, что гробница относится к 15 веку до Рождества Христова, то есть насчитывает более чем 3500 лет. Там был похоронен верховный жрец божества, с которым вместе погребли несколько тонн мяса жертвенных животных, 13 культовых сосудов, и была обнаружена также печать. Еще в 20 веке многие исследователи заговорили о том, что так называемый исторический период был в действительности намного длиннее, чем считалось раньше. На основе астрономических, мифологических и прочих косвенных доказательств возникло предположение, что первые цивилизации появились уже в конце эпохи оледенения. Однако официальная наука не спешила соглашаться с этими доводами. Но в начале 21 века ситуация изменилась. Оказалось, что археологи и в самом деле сделали сенсационное открытие. Цивилизация возникла не в долине Нила, а на армянском Нагоре. Наших детей в школах и вузах пока все еще учат, что цивилизация якобы возникла в Шумере и Египте в 3-4 тысячелетии до нашей эры. А на самом деле уже не первый год историки знают, что она появилась на армянском Нагорье 12 тысяч лет назад. Что именно на армянском Нагорье зародились и земледелие, и животноводство, и обработка камня, и производство текстиля. Что именно оттуда постепенно спустились в более низинные части и искусство выплавки металла, строительство и архитектура. Возникли новые очаги цивилизации, в том числе Шумер и Египет. Но все это зародилось здесь, а для наших детей как будто существует какое-то табу. Термин армянское Нагорье, как определение региона, в котором находятся и западная, и восточная Армения, впервые ввел в середине 19 века известный немецкий геолог Отто Вильгельм Герман фон Абих. Однако сегодня историки из политкорректности нередко избегают этнических названий. Новые удивительные открытия были сделаны немецким археологом Клаусом Шмидтом в Западной Армении, на территории современной Турции, где до геноцида 1915 года проживало западноармянское население. Турецкое название этой местности – Гёбект-Ле-Тепе, что переводится как «пузатый холм», а по-армянски она именуется «Порт-Асар», что значит «пуповинная гора» и звучит весьма символично. Археологические находки в Гёбект-Ле-Тепе и расположенных поблизости Невалы-Чури и Чайонё революционным образом изменили представление о раннем неолите Ближнего Востока и вообще всей Евразии. Немецкий археолог Клаус Шмидт проводит раскопки в Гёбект-Ле-Тепе уже около 20 лет. Весь вопрос в том, что мы называем цивилизацией. Во время всего неолита существовала цивилизация, основанная на коллективной охотничьей культуре. Но если мы воспринимаем цивилизацию как оседлый образ жизни или как политическую организацию общества, то можем сказать, что его расслоение началось со времен Гёбект-Ле-Тепе. Это были люди, которые жили в Гёбект-Ле-Тепе и которые стали основой для создания первого общества. Клаус Шмидт обнаружил целый храмовый комплекс, выполненный из обработанных мегалитов и относящийся к периоду, когда, по нашим представлениям, люди были первобытными и занимались лишь охотой и собирательством. Но, как оказалось, на Армянском Нагорье еще 12 тысяч лет назад уже строили храмы из обработанного камня. Это означает, что они в два раза старше египетских пирамид. Все это началось 12 тысяч лет тому назад, именно здесь, и только потом распространилось по всему древнему миру. Вдоль Средиземного моря, Северной Африки, Западной Азии и позже, конечно, по всей Европе. Сельское хозяйство, оседлый образ жизни и цивилизация впервые появились в этом регионе, в центре которого находился его главный памятник Гёбек-Ле-Тепе. На сегодняшний день храмы Гёбек-Ле-Тепе представляют собой древнейшие в мире культовые сооружения. Их строительство началось еще в Мезолите и продолжалось несколько тысяч лет. В древнейшем слое, относящемся к 11-му тысячелетию до нашей эры, найдены монолитные колонны до трех метров в высоту, соединенные стенами из необработанного камня в округлую постройку. Аналогичные колонны устанавливали также в центре сооружения. Полы из обработанного известняка обставлены низкими каменными скамьями вдоль стен. Мы также видим, что население Гёбек-Ле-Тепе, то есть люди того времени, были не только группами охотников, но у них была еще и хорошая организация социальной жизни. Должна была существовать иерархия, так как в это время уже было разделение труда, уже существовали специалисты определенных профессий, в частности, камнерезы и скульпторы. А раньше мы долгое время думали, что общество в 10-м тысячелетии до нашей эры состояло только из охотников. На монолитах были высечены изображения кабанов, лис и других животных. Комплекс храмов в Гёбек-Ле-Тепе – одно из крупнейших мегалитических сооружений в мире. Это самая сенсационная археологическая находка последних веков, более значимая, чем раскопки Трой или обнаружение Стоунхенджа в Англии. Хотя еще не все ученые согласны с этим. Пока получены лишь первые результаты. Сегодня вскрыто 4 культовых сооружения диаметром от 10 до 30 метров. По данным геофизических исследований, в недрах холма находится еще 16 таких сооружений. В каменоломнях, расположенных по соседству, найдено несколько незаконченных колонн, длина которых доходит до 9 метров. В 8-7 тысячелетий до нашей эры самые древние сооружения уже были засыпаны землей, а над ними построены четырехугольные залы с полами из обработанного известняка. Теперь, благодаря открытиям в Геобе-Клитепе, мы можем увидеть, что те же самые сельскохозяйственные культуры позже использовались и в Месопотамии, вдоль побережья Тигриса и Еврата, и в большом районе, включающем восточную Турцию, северную Сирию и северный Ирак, если называть эти места в соответствии с современными политическими понятиями. Клаус Шмидт считает, что изображения животных указывают на то, что население в те времена занималось в основном охотой. Вачаган Вахрадян, исследователь знаменитого мегалитического памятника Зарацкарер или Караундж, который еще называют армянским Стоунхенджем и который значительно древнее британского, пришел к выводу, что очертания Караунджа совпадают с формой созвездия Грифона. В древнем Шумере, как и в Армении, грифоном называлось созвездие Лебедя. Вахрадян предположил, что изображения животных в Гебек-Летепе также могут быть символами созвездий Зодиака. Но пока трудно ответить на вопрос, были ли у людей того времени подобные астрономические знания. Поскольку изображенный в сооружении гриф в точности совпадает с изображениями созвездия Лебедя-Грифа, мы показали, что изображенные на камне другие животные тоже представляют животных зодиакальных созвездий. Чуть ниже изображения Лебедя-Грифа изображена лиса, имеющая очень неестественный вид в вертикальном расположении. Но когда мы смотрим на карту звездного неба, мы видим, что ниже созвездия Лебедя находятся созвездия Лисы. Еще ниже находятся созвездия Орла. Такое же изображение мы находим на камне Портасара, где также под лисой изображен орел. Справа от этих трех животных изображена маленькая птица, тоже в весьма неестественной позе. В европейских и американских вузах лекции об открытиях, которые удлинили историю цивилизации сразу в два раза, читают уже не первый год. В учебниках Оксфорда и Кембриджа по древнейшей истории, вышедших в 2006 году, написано и показано схемами на картах, как цивилизации и культуры перемещаются с Армянского Нагорья на Ближний Восток и в Египет. Что же заставило процивилизацию сдвинуться с насиженного места? Исследователи считают, что это было вызвано глобальными изменениями климата, из-за которых начинались продолжительные засухи. Представители культуры Гёбек-Литепе в 9500 году до нашей эры прикрыли землей все сооружения и ушли на юг в поисках свободных от ледников земель, чтобы иметь возможность выжить, развивать свое земледелие, свою культуру. И они дошли до Синая, до Красного моря, до восточных берегов Персидского залива, где завершили свой путь. Но ведь для создания такой культуры нужны были тысячелетия, как этому учит история. В то время человек вынужден был все время передвигаться из-за изменения природно-климатических условий. В период Галацена наблюдался сдвиг ледников, были и другие изменения, и человек вынужден был искать ту экологическую нишу, которая давала бы возможность выжить. И тогда, по заключениям наших европейских коллег, люди спустились в юго-западные части Армянского Нагорья. Как это ни поразительно, но именно так описывал и датировал события далекой древности знаменитый американский ясновидящий Эдгар Кейси. Еще в 30-х годах 20-го века он утверждал, что это произошло в 11-м тысячелетии до нашей эры. Древнейший очаг земледелия, скотоводство, обработки металлов, письменности и архитектуры изначально располагался на территории Армянского Нагорья. Причем расселение из этого региона вовсе не ограничивалось Ближним Востоком. Англосаксонские хроники составленные в 9-м столетии и хранящиеся в Британском музее начинаются следующими словами. Остров Британия имеет 800 миль в длину и 200 в ширину. Первыми обитателями острова были бриты, которые пришли из Армении и сперва заселили юг Британии. Первые земледельцы должны были идти по рослым рек, по тем местам, где вегетация происходила тем же путем, что и на их исходных землях. А потом уже распространяться, производить селекцию, приспосабливаться к новым природно-климатическим условиям. То есть для этого нужны были тысячелетия. Но когда они заходили на какую-то территорию, где люди занимались охотой и собирательством, то возникал вопрос оптимального количества людей, поскольку больше людей на данной территории просто не могло существовать. Скажем, 250 человек – это огромная цифра для такой общины. Больше людей просто не могло прокормиться, они просто погибли бы, или же часть должна была отделиться и поселиться в другом месте. Это подтверждается и исследованиями генетиков. В конце 20 века была выдвинута гипотеза, что группа генов под названием R1B является коренной для Западной Европы, поскольку именно там она преобладает. Однако затем оказалось, что такие генные признаки имеют большее разнообразие ответвлений в Закавказье, чем в Европе. Это означает, что предки современных европейцев пришли именно оттуда. Женщина не могла бежать за охотниками, имея пятерых маленьких детей. То есть они имели одного или двух детей. Больше быть не могло. А когда в этой среде селился земледелец, темпы роста населения менялись, то есть давление демографического фактора на занимающуюся охоту и общину было огромным. Естественно, его ген должен был подавить их, и этот путь можно сегодня проследить. Мы видим, что в генах людей, живущих в южных странах Европы, довольно большой процент составляют гены древнейших людей, населявших Малую Азию. Чем дальше к северу, тем меньше прослеживается его наличие. Шумерские, библейские и другие древние тексты единодушно утверждают, что местом возрождения человечества после Всемирного потопа была страна, расположенная вокруг горы Арарат. А затем эта цивилизация могла распространяться и развиваться дальше. Интересно, что в шумерских клинописных источниках говорится буквально следующее. Мудрость и искусство спустились из страны Аратты, спустились, потому что для равнинного Междуречья Армянское Нагорье и Аратта были, естественно, высокогорными. И не только мифологические, но и исторические тексты также свидетельствуют, что оттуда, в Междуречье, вывозились разные металлы и драгоценные камни. Из страны Аратты в Шумер отправлялись архитекторы. Один из самых известных шумерских храмов в городе Урук, храм Бога Инана, Эанна, построили именно мастера, прибывшие из Аратты. Например, в источнике под названием Энмеркар и властелин Аратты говорится, что правитель Шумера Энмеркар обращается к властителям Аратты, говоря, наши храмы растрескались, нам нужен металл и строительный материал. Он просит прислать мастеров, а в противном случае угрожает войной. Это довольно интересный и показательный эпизод, который относится к 28 веку до Рождества Христова и является реальным историческим событием. Вся Армения представляет собой огромный музей под открытым небом, рукотворные экспонаты которого были созданы много тысяч лет назад. Недавно нашли древние строения прямо на центральной площади столицы и снова их засыпали. Нельзя ведь превращать весь город в археологический комплекс. Еще с середины 20 века в Армении проводились крупномасштабные раскопки и были обнаружены многие древние города и крепости. Эребуни, Тейшабаини, Шенгавит и другие. Существовавшая здесь 3000 лет назад держава Урарту была столь могущественна, что вела войны с агрессивной Ассирийской империей. Урарту было древнейшим государством на территории СССР. А шенгавитская культура поселения Лчашена и многие города Доурардской эпохи старше еще на несколько тысяч лет. Современный район Еревана рядом с Мостом Победы и дальше от него на юго-запад по направлению к библейской горе Арарат является местом самых древних поселений на территории столицы. По данным археологов, люди здесь обитали еще 100 тысяч лет назад. Конечно, считается, что тогда никаких городов не было и наши предки жили в пещерах. Поразительно, но даже эти пещерные обитатели были вовсе не такими уж дикими и примитивными. Во многих древних пещерах Армении были обнаружены каменные двери, вращающиеся на шарнирах и даже имеющие замки. Пещеры с каменными дверями, о которых писал также Артемий Араратский, как и многие другие авторы, использовались до 19 века. Более того, и до сих пор жители Уджана и Коши устраивают в них погреба. Фактически, уже около 6 тысяч лет эти пещеры составляют органичную часть быта. Я не знаю другого такого примера и памятников архитектуры, как хачкары или пещеры с каменными дверями, которые были бы столь долговечны и так долго и последовательно служили бы народу. В середине 20 века официальная историография советского периода утверждала, что здесь жили полудикие племена, находящиеся на низком уровне социально-политического и культурного развития. Тогда считалось, что армянский народ сформировался в пределах царства Урарту, начиная с 6 века до нашей эры, а первое армянское государство возникло лишь во втором веке до нашей эры. Павел Аветисян, директор Института археологии, один из самых известных и авторитетных историков Армении. Он рассказывает о том, как пришлось пересмотреть многие прежние представления о прошлом. Наши армянские археологи проделали огромную работу, но, когда мы обращаемся к их идеологии, видим, что она довольно примитивна. Все объяснялось с точки зрения эволюции. Считалось, что культуры должны следовать одна за другой, чтобы показать развитие. Скажем, видели развитие земледелия в местности, где вообще нет поселений. То есть, люди этой культуры жили совершенно по-другому. Сегодня мы все это можем уточнить. О кур-араксинской культуре говорилось, что сначала она сформировалась в долинах, а потом перешла в горы. А сегодня мы знаем, что более ранние культуры развивались именно в горной местности, а не в низинах. То есть, исторические процессы развивались не так, как это представлялось в прошлом. Давно известно, что история писалась в угоду политике. Историческая наука не могла свободно развиваться под жестким прессом большевистской идеологии. Над официальной историографией возвышалась доктрина отсутствия доурардского государства в Закавказье. А концепция урарту начисто отметала всякую мысль о существовании армян, а также и других народов раньше первого тысячелетия до нашей эры. Хотя о том, что на территории армянского Нагорья за тысячи лет до эпохи урарту уже была государственность, писал еще в пятом веке отец армянской истории Мавсес Харинацей. Его слова получили неожиданное подтверждение в 1956 году, когда в результате обмеления высокогорного озера Сиван оказался на суше целый археологический комплекс. На обнажившемся дне озера рядом с поселком Лчашен открылись остатки строений и гробницы. В захоронениях были найдены такие культурные богатства, что одним махом были опрокинуты все существовавшие прежде доктрины. Пришлось признать, что цивилизация в этих местах появилась задолго до Урарту, античного Рима и Греции. Но пересмотр датировок на этом не закончился. Он продолжается и до сих пор. В некрополях на дне озера Сиван были обнаружены колесницы, предметы обихода, золотые и серебряные украшения, инкрустированные драгоценными камнями, странные объекты из бронзы, которые назвали изображением Вселенной, а также скелеты людей, которые были датированы третьим тысячелетием до нашей эры. Анализ золотых украшений показал, что они изготовлены из местного золота, добытого на Зодском руднике на берегу Сиван. Найденные колесницы на спицах, хранящиеся на Невысторическом музее Армении, были изготовлены из арадского кедра, весьма крепкой древесины, способной выдержать напряжение от бега коней. Было признано их большое сходство с колесницами гиксосов, захвативших Нижний Египет в 17 веке до нашей эры. У нас есть культура эпохи Среднего бронзового века трехванадзорская культура. Самые богатые захоронения на территории Закавказья принадлежат к этой культуре. Везде, где проводились раскопки между Курой и Араксом. И артефакты этих богатых захоронений были очень впечатляющими, сенсационными. И каждый раз их датировали 16-15 веками до Рождества Христова. Считалось, что все это было ввезено из Малой Азии и формировалось в результате культурного влияния хетской культуры. Но когда мы уточнили датировки, оказалось, что их надо датировать 23-м или 21-м веком, то есть до 19-го века, до Рождества Христова, потому что они создавались раньше, чем сформировался хетский мир. Следовательно, если есть некоторая общность между хетской и местной культурой, то уже надо менять направленность воздействия не оттуда сюда, а отсюда на хеттов, потому что хетты моложе. Однако в советское время говорить о влиянии доурардской цивилизации на весь Ближний Восток еще никто не решался. Даже наличие государства в более древний период официально не признавалось. Говорили лишь о племенах с богатой культурой. Но и тогда уже делались открытия, показавшие удивительно высокий уровень развития тысячи лет назад. Например, оказалось, что врачи в то время уже умели делать трепанации. В 80-х годах 20-го века знаменитый армянский хирург Андроник Чахарян, известный также своими работами по восстановлению древних обликов по останкам, исследовал черепа из Лчашена со следами трепанации и пришел к поразительным заключениям. Выяснилось, что операции были успешны, а больные выздоравливали и жили еще много лет. Самым невероятным было то, что в те далекие времена врачи успешно применяли имплантацию костей животных, заменяя ими поврежденную костную ткань у людей. Чахарян был особенно удивлен, потому что в его время медицина еще не умела делать подобные вещи. Это стало возможным для нас лишь к концу 20-го века. Эти удивительные открытия тогда широко обсуждались в прессе и научной среде. Однако никакого серьезного объяснения им не было найдено, как, впрочем, и по сей день. Сегодня в Армении продолжают находить черепа со следами древнего хирургического вмешательства. Один из них сегодня находится в музее города Ереван. В верхней части головы аккуратно просверлена небольшая дырка. Скелет женщины был обнаружен в районе северного пригорода Аван. И по характеру отверстия, которые имеются на кости, можно сделать заключение, что это тоже сделано прижизненно и причем при помощи какого-либо сверлящего инструмента, потому что края вот этой костной раны, они говорят об этом. Можно сделать предположение, что в те времена попытались сделать оперативное вмешательство, которое по современной терминологии называется декомпрессионной трепанацией черепа. То есть для спасения жизни больного очень часто делается такая операция и сегодняшняя хирургия. Всегда считалось, что демократия зародилась в Европе во время античной Греции. А на Востоке политические формы правления были деспотичными и тоталитарными. Образы жестоких царей Персии и Осирии ассоциировались со всем историческим прошлым народов Азии. Однако древние тексты дают поразительные сведения о значительно более ранних формах демократии. Особенно интересное описание полномочий народного собрания в стране Аратта, которое находилось на армянском Нагорье за тысячи лет до эпохи Урарту. Например, в шумерских текстах говорится о том, какая система была в Шумере и в Аратте. В Аратте существовало народное собрание, так называемый Ашхара-Жогов, которое фактически являлось собранием представителей всех социальных слоев населения, где принимались решения. Фактически это можно сравнить с древнейшей системой парламентаризма. И мне кажется, что та система была более демократичной. Царь избирался сроком на пять лет. В народном собрании были земледельцы, кузнецы, сапожники, представители всех ремесел и регионов. Как это неудивительно, но даже вавилонский утнапештин, реальный исторический прототип библейского Ноя, который был правителем древнего шумерского города Шурупака, также избирался на эту должность на ограниченный срок. Оказывается, плохих царей или мэров можно было освобождать от их должности, причем мирно и безо всяких бунтов и революций. Мы видим, что эта система существовала на территории Армении в древнейшей стране Аратта и называлась Народное собрание, и сохранилась здесь вплоть до Средневековья. Например, в 16-м году нашей эры под горой Непад собрание лишило Венунеса Аршакуни трона. Представляете, собрание лишило царя власти. В 16-м году. То есть речь идет о первом веке нашей эры. Эта система продолжала действовать вплоть до христианского Средневековья, до 4-го века, а потом была распущена. Опыт этой древней демократии отнюдь не устарел и по сей день. Однако в нашем сегодняшнем мире понятие демократии, как в передовых западноевропейских странах, так и в США, носит совершенно другой характер. Фактически, за предвыборную кампанию того или иного конгрессмена, выбранного, скажем, от Лос-Анджелеса или от Глендейла, которая может стоить миллионы долларов, платит какая-нибудь крупная корпорация. Что же получается? Чьи интересы он будет защищать в Конгрессе? Мои? Кто за него голосовал? Или корпорации, которая потратила такие суммы? Разве не ясно? Таким образом, нынешняя демократия искажена, перевернута с ног на голову. Демократия во всех передовых странах имеет олигархический характер. Между тем, история человеческого общества показывает, что в древние времена были другие истинные, гораздо более демократические структуры и модели общества, чем сегодня, даже в считающихся прогрессивными странах. Раскопки в Гёбек-Летепе удлинили историю цивилизации в два раза. Но в результате в ней образовался огромный провал между обнаруженной на армянском Нагорье цивилизацией Поповинной горы и первыми государствами Двуречья и Египта, что происходило в эти темные для нас пять тысяч лет. Летом 2011 года совместная армяно-французская археологическая экспедиция под руководством доктора исторических наук Рубена Бадаляна проводила раскопки в Араратской долине в Экношене, недалеко от главной христианской святыни Армении и Чмядзина. Обнаруженное здесь поселение оказалось намного древнее шумерских городов. Оно имеет возраст более восьми тысяч лет. Весь слой целиком относится к первой половине шестого тысячелетия до нашей эры. Почему это важно для нашей археологии, для археологии Альманского Нагоря и Южного Кавказа в целом? Речь идет о эпохе, которая исключительно важна в историческом плане. Это переход от охотников и собирателей к земледельцам и скотоводам. Были найдены тысячи орудий для охоты и разделки животных из обсидиана вулканического стекла. Сырьем служили крупные нуклеусы, то есть ядрища, с которых скалывались пластины, которые в умелых руках становились острее металлических ножей. В свою очередь пластины могли раскалываться на более мелкие, из которых уже получались орудия. Все сырье, с которым мы имеем дело, поступало с 50-60 километров. Отсюда из месторождений Герамского хребта, либо северо-западных склонов массива Арагат. Но у нас есть несколько отдельных образцов обсидиана, которые получены из месторождений бассейна озера Ван. Удивительнее всего, что тот, кого мы называем человеком позднего каменного века или неолита, оказывается, имел металлические орудия. Официально бронзовый век еще не наступил, а наши предки уже выплавляли не только медь и бронзу, но и даже железо. Появление металлических орудий на территории Армянского Нагоря фиксируется где-то седьмым тысячелетиям. Но даже если цивилизация на самом деле на тысячи лет старше, то все равно остается весьма непростой вопрос. Как могли люди в те времена создавать материалы и сплавы, которые невозможно обработать современными инструментами? Для этого нужны и очень высокие температуры и развитые технологии. Но оказывается, что люди той эпохи умели получать кварцевое стекло. А ведь температура его плавления близка к той, что нужна для выплавки железа. Возможно, что и век железа начался значительно раньше его общепринятой датировки. Здесь, вероятно, началось и самое древнее производство железа, потому что мы обнаружили образцы металла, которые, скорее всего, относятся к концу третьего тысячелетия. В то время железо стоило примерно в 40 раз дороже, чем золото. То есть иметь железное оружие или украшение значило иметь огромное богатство. Даже всемогущие правители Египта обращались с просьбой к правителям Малой Армении, страны Аяса, прося у них железные мечи, кинжалы. То есть это доходило до уровня серьезных межгосударственных переговоров. Еще в конце 19 века французский археолог Жан-Жак-де-Морган, который прославился тем, что нашел знаменитый свод законов царя Хамурапи, проводил раскопки на территории Российской империи в Ахтале и Алаверди. В результате он пришел к выводу, что именно здесь, в северо-восточной части Армянского Нагорья, находился один из древнейших центров производства железа. И новейшие исследования показывают, что французский ученый не был фантазером, как его потом называли. И действительно, очаг обработки железа находится в Малой и Великой Армении. Раскопки проводятся для того, чтобы раскрыть все тайны нашей древнейшей истории. Кем были те люди, которые здесь жили? Как были сложены? Каким богам поклонялись? Как смогли создать такую славную культуру? Осенью 2011 года Акоп Симонен завершил раскопки самой большой гробницы в Армении. И хотя она обрушилась от землетрясений и была разграблена, но даже то, что осталось, дало богатый материал для умозаключений. Всего в некрополе Верин-Навер было раскопано около 500 древних могил. Ученые увидели полный социальный срез общества 3-го и 2-го тысячелетия до нашей эры от бедняков до высших правителей. Как Симонен и предполагал, самое большое захоронение оказалось царским. Грабители прошлых веков унесли самые крупные драгоценности, но множество небольших фрагментов осталось. Археологи тщательно и кропотливо исследовали всю территорию и обнаружили весьма изысканные ювелирные изделия, созданные на очень высоком художественном и техническом уровне. Оказывается, что в середине 2-го тысячелетия до нашей эры мастера уже могли паять металлы. Верховный правитель был и царем, и верховным жрецом, и главным судьей. В условиях такой огромной власти у них были неограниченные возможности распоряжаться имуществом всего сообщества, а Армения в то время была одним из самых могущественных государств. Армянские армии доходили до Междуречья, до дальних стран Малой Азии, может даже до границ Египта. И естественно, что после победных войн в их руках сосредотачивались огромные богатства, которые позволяли, используя рабскую рабочую силу пленных, строить огромные захоронения. Какой народ населял это древнейшее государство до эпохи Урарту, и на каком языке он говорил, мы узнаем только когда удастся прочитать иероглифическую письменность того времени. Она использовалась раньше, чем клинопись, но пока не поддается расшифровке. Однако сегодня уже известно, что процветавшая в этих краях 6 тысяч лет назад шенгавитская культура была частью одной большой процивилизации, включавшей в себя южные районы современной России и простиравшейся до границ древнего Шумера и Междуречья. Это и была общая колыбель известных всем древних народов и государств. Фактически можем сказать, что жившие здесь люди были индоевропейцами. Это был один из важнейших очагов индоевропейской культуры. Здесь сформировалось древнейшее коневодство, и это самое древнее свидетельство использования лошадей в военных целях во всей Передней Азии. А лошади давали возможность вести победные войны, потому что всадник получал огромное преимущество перед пешим воином. Идет о шенгавитской культуре, название которой дал Евгений Байбуртян, впоследствии незаслуженно забытый. Он проводил раскопки в Шенгавите, и по названию этой местности и культура получила название Шенгавитской. Впоследствии, когда с ним расправились, другие ученые, особенно Борис Кухтин, который приехал сюда с тем, чтобы руководить работой Байбуртяна по защите его диссертации, уже имел под рукой эти данные и, использовав также и материалы по Грузии, назвал эту культуру Кур-Араксинской, потому что в это время подобные памятники были известны на территории между Курой и Араксом. Потом стало ясно, что такие памятники есть и на территории всей Западной Армении, Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Ирана, то есть на огромных территориях. Но до сих пор окончательные границы распространения этой культуры неизвестны. С каждым десятилетием обнаруживаются новые памятники такого рода, очерчиваются новые границы, и наше представление и знания об этом обогащаются. Историки считают, что на огромной территории, занимавшей сотни тысяч квадратных километров, жили индоевропейцы или, как их называли раньше, арийцы, предки не только современных армян, но также и других народов. Около десяти лет назад мы целую культуру эпохи ранней бронзы, которая известна как Кур-Араксинская или Шенговицкая, на территории Армении датировали 25-м или 20-м веком до Рождества Христова. Сегодня мы четко можем сказать, что 25-й, 24-й век до нашей эры является завершением этой культуры. Она еще тысячу лет существовала до этого, то есть с середины четвертого тысячелетия до середины третьего тысячелетия до Рождества Христова эта культура уже существовала. И, соответственно, те памятники, где мы проводим раскопки, мы датируем уже в другом временном отрезке. А в это время мир был совершенно другим. Уже по тем реалиям мы должны оценивать место и роль нашей культуры. То же самое можно сказать и о культурах среднего бронзового века или других этапов истории. От прошлого нам достались многочисленные загадки. Пока ни армянским исследователям, ни их зарубежным коллегам не удалось определить, из какого материала сделана древняя статуэтка птицы, на которой современные инструменты не могли оставить даже следа. Скоро в Армению прибывает новая группа специалистов из Японии. Возможно, что им удастся, наконец, приоткрыть завесу над этой тайной. Но тогда неизбежно появятся и новые вопросы о том, как же смогли получить такой металл или сплав в древности. Таков процесс познания. Он бесконечен, как и сама история. Археологам нужно еще 10 лет, чтобы получить целостную картину той части армянского Нагорья, которая простирается к северу и к югу от Аракса, чтобы воссоздать в более обширной панораме реалии раннего периода Голоцена. Цивилизация и культура оказались гораздо старше, чем написано в наших учебниках. Ученым открылись новые, неведомые ранее горизонты прошлого. Библейская земля Армянского Нагорья по воле судьбы хранит многие тайны ушедших времен. Сегодня экспедиции из Европы и Америки работают здесь совместно с армянскими археологами. Есть надежда, что скоро к ним присоединятся и их российские коллеги. Пока еще картина далеких тысячелетий выглядит неполной и незавершенной. У ученых еще много работы. Им нужно время, чтобы заново соединить осколки исторической мозаики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok